Всем привет! Я на своем любимом месте, на своем винограднику. Хочу сегодня показать, и рассказать, что я буду на нем делать. Сейчас уже у нас конец июля. У меня вот цей взрослый виноград, вот вы сами видите, перерос в верхнюю провалку. Это все, что выше верхней провалки, я сегодня буду удалять. Вот верхний побег, вот на один два листочка оставлю. Тут надо привязать верхний побег, а это все удаляем. И так будем проходить по каждой, по каждому побегу, но по всей длине. И попутно надо вот эти нам пасанки попрощипывать, потому что они так уже быстро у нас подрастали. Оставлять один-два листочка им и прощипывать. Вот такую операцию надо нам будет сегодня провести. Для того, чтобы вызрела гроздь винограда, ей нужно, как минимум, 15 листов. 15 таких взрослых, не маленьких, а вот таких взрослых крупных листиков. Некоторые виноградари, я читаю литературу, дивлюсь видео, я бачу, что они оставляют вот эти верхние побеги, как свисающий прирост. Я оставлять так не буду. Дело в том, что у меня одна плоскостная шпалера, была бы она двух плоскостна и было бы расстояние между шпалерами больше трех метров. В том случае, я оставляла свисающий прирост, это давала дополнительное питание для винограда, для вызревания. Но, в моем случае, так не получается. У меня расстояние между шпалерами два с половиной метра и два метра. И одна плоскостная шпалера не даёт возможности оставлять свисающий прирост. Я считаю, что винт не нужен. Почему? Потому что получается такое великое нагромождение побегов, пасынков. Они мешают нормальному проветриванию куста. И винт очень быстро хватает всяких заболеваний. Дуже хватают всяких заболеваний, а сейчас милдюоидиум, вот эти молодые пасынки, вот те, что мы прищипываем. В первую очередь, поселяется заболевание на них, в этом верхнем побеге, на этих приростах. Так что мы будем удалять, удалять оцю верхушечку. На некоторых побегах уже коронка в меня выпрямилась. Вот, вот, бачим. Коронка оцелась, верхушечка, она уже начинает выпрямляться. Значит, куста устанавливает свой рост. Не хватает ему полива, можно его куст полить. Мы сделаем такую обрезку, что будет способствовать вызреванию лозы. Нужно, чтобы наша лоза стала коричневой, чтобы она хорошо вызрела, чтобы она зимой тогда нормально призимовала. Чеканка и пасынкование – это же разные вещи. Чеканка – это обрезаем вот эти верхние побеги, где-то на сантиметров пятьдесят или в кого-яка шпалера. У меня по высоте шпалера два двадцать. Есть шпалера у людей по три метра, но прыгать на такой шпалере с помощью лестницы. Это не очень удобно. Я рекомендую, если будете ставить себе шпалеру, чтобы она у вас была такой высоты, чтобы вам было удобно доставать руками, работать с земли. Очень удобно потом прыгать по этим лестницам, чтобы заниматься виноградом. У меня тоже уже пасынки пошли, а вот эти пасынки надо удалять. Это называется пасынкование. То чеканка, а это пасынкование. Молодые кусты я пока трогать не буду, которые у меня на этой стороне, на этой шпалере. Вот. Вот тут товарищи у меня ростут. Тоже переросли верхнюю проволоку. Я в них только сделаю прищипку. Прищипку этих пасынков. Удалять буду усы и все. А пока оцей товарищ, хай собі рости, дальше развивается. Это молодой кустык, который в том году очень долго у меня сидел. А на этот год как раз и на меня одумался. Решил себе показать. Решил рости. Значит, сейчас уже конец июля. Кто удобряет виноградник, значит, надо уже бросать, удобрять азотными удобрениями. Нам наращивать масло зеленое уже не нужно. Уже виноград будет готовиться к зиме. Значит, прекращаем удобрять или навозом, или азотистыми удобрениями. Кто продолжает его удобрять. Дальше будем переходить на удобрение калийно-хосфорными. Я в этом случае ссыплю под виноградный куст свежий попел. Просто ссыплю попел, а потом поливаю. Если кусту нужен полив, делаю полив. Если не нужен, вдруг будет дождь, дождь полье. Куст молодой, тоже прошлогодний. Вот такой прирост дав залито. Я так попутно хожу и пасынки еще удаляю. Делаю два дела в одном. Вам рассказываю и сразу тут работаю. Не могу я пройти мимо, у меня руки чешутся. Надо тут что-то с ним сделать. Так что вот такой куст у меня уже молодец. Вимаг, а ось уже тоже перерез верхнюю проволоку. Надо его подвязать верхушечку. И будет ему счастье. Хай себе продолжает расти. Я думаю, на этих хороших кустах, что дали хороший прирост в этом году, на следующий год мы уже будем получать урожай. Вот у меня кустик. Такой еще слабоватый. Он еще растет мне. Растет. Все ему нравится. Надеюсь, что на следующий год, может, тут будет контроль на грозь на нем. Не знаю. Вот у меня получается слабенький. Сильнее куст. Опять сильнее. Слабенький. Опять куст сильнее. И совсем малый. Малыш-малыш. Той, что посаженный такий. Чубочка. И он, бедолага, тут еще борсается. Что-то пытается расти. Гаданочка. Мы с тобой тут будем наблюдать за ними. Две шпалеры у меня будет молодого винограда. И одна шпалера монастарого винограда. Вот. Уже такий ряд ягод висит. Ягоды красивые. Это будет светлый сорт. У меня нет в этом ряду винограда синего. Сейчас бы он уже начал свое окрашивание. Ну, вот этот виноград. Вот он. Такий светлый. Вот такий на нем ожидается урожай. Но боюсь сглазить. Подивимся, что он нам выдаст. Лишь бы он не подчипит, как у нас болячка. Уже обработку я провела. Мы еще защищены. Всем хорошего урожая. Я пошла. Будем заниматься сегодня виноградником. Всем пока. Не прощаюсь. Все побеги, которые мы обрезаем, все пасынки, надо обязательно удалять с виноградника. Я там в некоторых местах листочки обрывала, бросила. Но это неправильно. Обязательно нужно все что обрываем, удаляем, с виноградника выносить. Чтобы не было у нас распространение инфекций на винограднике. Это все потом я уберу.